Друзья, приветствую! Ярослав из Воронежа прислал посылку. В посылке образцы масла Castrol Edge Professional C1 530. Это допуски Jaguar Land Rover. Вот описание автомобиля, условия эксплуатации по данному маслу. Масло в основном используется для СТО, дилеров, две баночки свежей отработки. Давайте приступим. Первым делом, естественно, надо создать эталон. Я обновляю спектр на ранее созданной болванке, чтобы в пунктах появилось кислотное число. Вот такая спектрограмма данного масла. Масло это из литровой канистры 2016 года. К сожалению, более свежего образца нет. Посмотрите, здесь 0,16 по СТР. Но это половина, ровно половина от уровня Mobil 1 FS. То есть я оцениваю здесь в 3% СТР. Далее, противоизносные присадки 95% относительно болванки, которая была сделана из масла Castrol, тоже 0,30. То есть по противоизноске здесь ничего не вижу. Я никаких заниженных уровней. Я посмотрел на Oil Club. Тут обсуждение темы. Так, сейчас вернусь. Посмотрите, здесь вот непонятный момент. Мне со щелочным 2,7 прибор намерил. Кислотное 1,95. Вот кислотное похоже на уровень эстеров. Но здесь 2,7. Я долго, видите, сомневался. Но это тоже может быть от эстеров, от большого количества. Достаточно большого, 3% эстеров. Они занижают. То есть прибор путается с эстерами всегда. Они совпадают. Пики совпадают по пикам с карбоновыми кислотами. Это продукты окисления. Поэтому я выставил 6,5 долго. Сомневался, 6 или 6,5. Выставил 6,5. Как вот такое небольшое. Может быть здесь в масле на самом деле и поменьше кальция кладут из-за зольности. Здесь требования жесткие по зольности. Так, значит, образец создал. Вот это Range Rover у нас. 4,4 турбодизель. 349 сил. Объем масла 9,4 литра. Пробег 93 тысячи километров. Пробег на масле практически 3,5 тысячи. Это соответствует 173 часам. Средняя скорость около 20. Ну и топливо Татнефть, Танека. Так, образец я заложил. Давайте посмотрим, что намеряет прибор. Противоизносных присадок 83 процента. Нормальный уровень. Значит, гликоля нет. Сажа 0,26. Тоже отличная для вот такой небольшой скорости для города. Нитрование, окисление. Все в порядке. 2,65 немножко растет кислотное, но тоже не критично, учитывая начальное 1,95. И 6, щелочное. Щелочное, вообще, обратите внимание, как медленно понижается щелочное. Ну, это дизель, во-первых. Это огромный, я бы сказал, картер. 9,4. Почти 10 литров масла. Поэтому здесь, ну, как бы удивляться не стоит. Сейчас я покажу вам сравнение вязкости. Потому что бывает, что да, по параметрам масло вроде живое, а по вязкости до свидания. Ну, видим, есть разжижение. Это городская езда. Короткие поездки. Но ничего здесь супер критичного нет. В районе там 20-25 процентов. Ну, то есть разжижение небольшое присутствует. Ну, зима и городская езда. Короткие поездки. Да, не забывайте отметить данные видео. Так вы поможете каналу подписаться и нажимайте колокольчик, если не хотите пропускать новые видео. Так, и сейчас традиционно оценка ресурса. Посмотрите, по моющей нейтрализующим свойствам масла, с учетом огромного картера, способна выдержать 650 моточасов. По нитрованию 412. Но это тоже большой объем, большая мощность. Много кислорода потребляет двигатель. Много азота попадает. Ну, и третье это оценка. Это вязкость. 865 моточасов по вязкости. То есть, при нынешних тенденциях сработка будет ближе к 900 часам. Вот. Но этот показатель может несколько сдвигаться, меняться. То есть, масло может медленнее, допустим, если будут загородные поездки и выпаривается будет топливо. То есть, вязкость еще дальше теоретически проходит. Но, тем не менее, попадающее топливо в любом случае в химических реакциях участвует и влияет на само масло. Актуальная рекомендация, скажем так, для данного автомобиля, данных условий максимально это 400 моточасов. Я бы так сказал. Это определено срабатыванием нитрования. То есть, здесь уже при превышении показателей могут откладываться соединения всякие растворимые, нерастворимые. Ну и, кстати, и масло может загущаться, нитрование влияет на это. То есть, больше соединений, больше всяких примесей в масле и, естественно, оно гуще становится. То есть, по вязкости можно убрать. Но, по крайней мере, данный образец я бы, наверное, не стал больше 400 часов в любом случае использовать масло. Ярослав меняет. Вот он написал на шести с половиной тысяч. То есть, он сокращает интервал, рекомендованный, в половину. Абсолютно правильно делает. Вот масло. Масло достаточно крепкое, хорошее. Не знаю. Да, Oil Club. Я тоже почитал ветку про это масло. Там ругают, что мало противоизносной присадки. Но необходимо помнить, что большое количество противоизносных функций в данном масле несут на себе эстеры. Я могу прикрепить в описании статью именно про вот эти тенденции замены по экологическим соображениям фосфора, цинка эстерами. Эстеры дают более толстую вот эту термическую пленку. Она практически, если классическая противоизноска, это 50-100 нанометров, то эстеры дают 400 нанометров толщину этой пленки. И она более крепкая. То есть, в угоду экологии один компонент меняют другим. И он даже лучше еще выполняет свои функции. Вот такой получился тест. Благодарю Ярослава за предоставленные образцы, за поддержку канала. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Увидимся в следующих видео. Пока!